Счастье и несчастье Две стороны одной медали Название которой Жизнь Пока одни люди куют свое счастье Сами, другие полагаются На волю случая И судьба играет с ними Злую шутку В поисках новых историй спасения Мы отправились в Борисов Знакомьтесь Участковый инспектор милиции Дмитрий Самсонов В 2012 году Я поступил В Могилевский институт МВД Где его окончил В 2014 году Был назначен на должность Участкового инспектора милиции Борисского РОВД С 2014 года работаю На данной должности В этом году будет 10 лет Обслуживаю я Административный участок Зембинского сельского совета Сам я родом С данной деревни Сейчас ее обслуживаю А тяжело ли вам Работать с людьми Которые когда-то были Вашими соседями? Где-то может тяжело Где-то это мне и помогает Потому что Я их знаю Очень долго И они меня все знают Вот И порой Это очень много Складывается на мою дальнейшую службу И вообще на Порядке административного участка Который за мной закреплен Самые трогательные эпизоды Служебной практики Участкового Связаны с детьми Когда жизни и здоровью Ребенка угрожает опасность Родители пренебрегают Своими обязанностями Предпочитая прожигать Свою жизнь за рюмкой За дело берется Не только милиция Но и все субъекты профилактики Ведь право на счастливое детство Есть у каждого мальчика И каждой девочки В данном доме Проживают у нас Сожитель с сожительницей Сожительница Состоит у нас На профилактическом учете По декрету 18 Является обязанным лицом Неоднократно привлекалась К административной Уголовной ответственности Направлялась в ОТП Заупотребляясь спиртными напитками Как дела ваши? Хорошо Все хорошо? Да, все хорошо Давайте пройдем чуть-чуть Ну я здесь не была Что изменилось после моего После А у нас здесь 15 марта не было Поэтому здесь ничего не изменилось Что со светом? Ничего пока еще не оплатили Бытовые условия в семье Оставляют желать лучшего Здесь не то, что дети Не каждый взрослый Задержится хоть на день Тотальное запустение Говорить само за себя Это следствие приоритетов В жизни пары Компанию им составляет Бывший муж женщины Безработный пожилой мужчина Который за словом В карман не лезет Вот уж где третий Не лишний В каком состоянии вы находитесь сейчас? Ну в каком? В пьяном? Вот А почему вы не на работе? А он не работает 12 часов дня Он не работает Он инвалид Инвалид? Ни паспорта нету, ничего А почему не можете сделать паспорт? Все вопросы к сестре Ко всему, что происходит в доме И вокруг него Хозяйка равнодушна Она похоронила надежды На нормальную семейную жизнь Ветхий дом Олицетворение Внутреннего состояния женщины С дочкой общаешься? Где она сейчас? Знаешь? Нет Больная тема, да? Вижу тяжело Зачем? Эта тема Она сейчас забыла Ну спросил Потому что больная тема Ты знаешь Как я отношусь У меня за сын и за дочкой У меня за сын и за дочкой Больная тема Ну а что мешает Начать новую жизнь Сделать те условия Создать И забрать Вернуть Как? Как? С приемной семьи? С приемной Ее уже удочерили Правильно? Да Наши родные и близкие люди уходят А мы продолжаем жить дальше Где найти силы, чтобы отпустить тех, без кого жизнь кажется немыслимой? Женщина нашла ответ в спиртном И поплатилась за свой выбор Это ее история Расскажите, пожалуйста Почему вы живете в таких условиях? Я могу рассказать Когда у меня умер папа Невзапно Для меня это был шок У меня мама тогда уже болела У меня был Ракшики матки Она потом никому не говорила Мама Очти через 4 месяца После папы Она не захотела без папы жить Я запила Очень сильно Когда я родила Вовку Отец На кухне сидит Приехала опека У меня забрали сына Я еще начала хуже бить Потом остановилась Взяла себя в руки Начала работать С человеком жить Все вроде бы наладилось Ну а потом Получилось так, что Меня опять садили на аресты Когда у вас изымали детей Какие попытки вы предприняли, чтобы вернуть их Первое время? Я приезжала в дом ребенка Привозила и памперсы И все А потом мне вообще запретили С ребенком видеться Особенно с дочкой со второй Первого сына моего Они быстро тоже усыновили И второго Дочку быстро усыновили Я только через окно ее видела Ну а вам не кажется, что детям будет лучше Все-таки Хоть и в приемной, но в семье Чем В детском доме? Да, дай бог Я буду рада Что им там лучше Что хорошая мать и отец попадутся А как вам кажется, мать будет лучше, чем вы? Дай бог Просто, чтобы она хорошо относилась Любила бы Ну, приемная мать не может так любить, как родная Родная есть родная Но есть еще элемент воспитания В нем тоже проявляются родители Только бога молю, чтобы они в хорошую семью попали Чтобы им там было хорошо Кажется, что женщина искренне раскаивается в том, что сделала Своими детьми, да и с самой собой, со своей жизнью Вы ей верите? Каждый человек, он кузнит своей судьбы И я считаю, если каждый захочет Он сделает все, чтобы ему было хорошо Ему, его близких, да Тем более детей, которые не забрали Если бы она хотела, она бы боролась бы за своих детей Создала бы все условия И не опустилась до такого, что мы увидели вот сейчас Она хотела бы жить в тепле, в любви, в заботе, в комфорте Но делает ли она что-нибудь сама для этого? Ничего она не делает Те условия, которые у нее на сегодняшний день Они ее полностью устраивают И ей не нужна чистая постель, кровать То, что есть, то и хорошо Тоже, наверное, касается и выбора сожителей Она выбрала себе по душе, да, либо, так сказать, либо по сердцу Того, кто ей близок И, ну, он ничем не отличается от нее Она могла бы найти себе другого мужчину Который не пьет, который работает С которым бы создали бы условия Нормальный порядок, чистота И жили бы хорошо, не пили бы спритное Но они этого не делают И вот то, что мы видим, то видим Связь матери и ребенка священна и нерушима Это правда Для родителей мы навсегда остаемся детьми Сколько бы лет нам ни было Как бы далеко мы не были от родных пенатов Тем временем мы подходим к очередному дому Адрес которого значится в милицейских списках учета Проживает женщина Судьба у нее тоже такая Ну, можно сказать, сложная, да Вот, ждет сына постоянно с тюрьмы Сын, если выходит на свободу Долго вот на моей практике Вот сколько я здесь обслужу данный участок Не задерживается на свободе Что-то совершает Либо за нарушение премиативного надзора Либо совершает какие-то различные преступления Кражи в основном В отсутствии единственного мужчины в доме Женщина коротает дни за работой и бытовыми хлопотами Не так уж много ей удается добиться Сказываются проблемы со здоровьем Сижу, сына жду Сидите же, сына ждете Сын не приехал еще? Еще не приехал Должен приехать В каких числах обещал приехать? Написал, что в апреле после 15-го К возвращению сына Женщина готовится давно Ей не нужны ни пышные праздники, ни гости В тишине и одиночестве Она ждет, когда сын вернется домой Просто живой и здоровый Это будет достаточно, чтобы ее тревоге Хотя бы на время пришел конец Когда он с вами здесь находился Вот вспомните, да, когда он в последний раз был на свободе Все же хорошо было, правильно? Отлично все было, покуда с этой не связался Вот что потом случилось? Друзья, компания? Не друзья, не компания А именно за этой тварью печанской Наркоманки этой Девушка, любовь? Ну а да Ночная шкукушка перекакует дневную Они же собирались приехать сюда к вам жить Нет Ее ноги в этом доме не будет Она свою квартиру выложила на продажу Вы против их отношений? Конечно Все против И сестры мои против Все против Хорошо, сейчас вот он скоро, да, вернется, приедет Он сюда приедет к нам? Ну а куда ж? Конечно, к нам Сюда, к нам Да Девушка его эта Нет, Дима Ей сюда дороги нет Белый ангел посреди опустевшей комнаты Подарок для дорогого сына Женщина ждет, что однажды он войдет в двери дома Совсем другим человеком Войдет, чтобы остаться и начать жизнь с чистого листа Она продолжает верить Это ее история Расскажите, пожалуйста, сколько лет вашему сыну? 35 И сколько лет он провел в тюрьме? Если честно, лет 15 уже То есть почти полжизни Полжизни И все это время вы его ждете? Да Тяжело вам это переживать? А как бы это считается? Я его всю жизнь одна на руках поднимаю А что случилось с его отцом? Отец погиб его Он был военный Пошли с мужчинами Ну, тоже с аппетерами Пошли На речку Вот Начал нырять И сломал шею У меня позвоночник Вот и все А сколько лет тогда было вашему сыну? Три годика Совсем маленький И вы остались одна С ним на руках? Ну да Он тяжелый у меня был А в чем проявлялась вот эта вот тяжесть? Агрессия Не обоснованная? Для кого-то нет, наверное Для меня было обоснованно У кого-то отец Кто-то приедет Может и обидеть И унизить И оскорбить Какой-то учительнице Там деньги пропали Ну и В итоге Я ответил за свой Отправили в колонию Для несовершеннолетних Ну вот так и пошло все То есть вы уже С подросткового возраста Замечали в его характере Какие-то особенности, да? Да Почему ваш сын, которого вы так любите Не хочет услышать вас? Он меня слышит, понимает Ну молодость Я тоже не подарок молодая была Я знаю, что такое молодость Но ему более 30 лет Пора бы задуматься Возможно Сейчас О чем-нибудь задуматься Потому что Маму ж на кладбище Надо провожать Вы уже собираетесь? А почему нет? А почему бы не пожить? 64 года Прекрасный возраст Ну совсем После такой работы У меня нога переломана А я Стоит на подшипниках А я хожу работаю Так какое у меня может быть здоровье? Два раза годит Ну ради себя, ради сына Ради сына и карабкаюсь Думаете, без вас он пропадет? Не дадут У меня племянники очень хорошие Не дадут За ним, даже если я и умру В ближайшее время За ним есть кому смотреть Но тоже мы так говорим Есть кому смотреть Как будто говорим про ребенка Но мы говорим сейчас О взрослом мужчине Взрослому мужчине Надо все равно поддержку Самое-самое лучшее Что есть на этой земле Я хочу, чтобы был сын А что он для этого должен сделать? Просто жить Жить нормально Как все многие люди Не надо хватать звезд с неба Живи на земле И честным трудом, да? Зарабатывай свой хлеб Я всю жизнь Честным трудом И я съела кусок Я никому не должна И не обязана Я съела свое Я заработала своими руками Осталось донести эту мысль Он это прекрасно Сам понимает Я ему говорила Не один раз Сынок Я не вечная Он соглашается Он понимает Но потом Совсем скоро мужчина вернется домой Но наверняка надзор над ним продолжится Да, я думаю Что после его освобождения Оттуда С учетом Как он там себя вел Если в отношении Его будет установлен Прийти на надзор Держать его На контроле У себя Приберять по месту жительства Контролировать его Что делает человека взрослым Умение взять ответственность за себя И свою жизнь в свои руки Похоже, в этой истории возраст Не то, что определяет зрелость мужчины Ведь каждая слезинка на лице его матери Сродни по щечине Сейчас посетим с вами семью Многодетную Состоящую у нас на учете Мать живет одна Воспитывает детей Причина постановки на учет Я думаю, что уже всем понятно Тоже алкоголь Если вот она сейчас Не сделала какие-либо для себя выводы Не справилась То, возможно, в последующем Дети у нее будут взяты И будут находиться на государственном обеспечении Всю семью мы застаем в сборе Дети отдыхают после занятий в школе Мама готовит обед Сегодня уже ничто не напоминает О той бездне Которая начинала зиять под ногами женщины После развода с мужем Дома сейчас все дети? Все дети Все, да? Со школы пришли? Да Давайте посмотрим, как вообще они живут Условия детей Здесь стол, да, письменный, я так понял Все, здесь дети приходят, делают уроки, правильно? Да Игрушки у нас все есть, да? В доме чисто в порядок наведен А где маленькая ваша? В комнате В комнате, да? Давайте эту комнату посмотрим А где... Отвлечься на минуту и упустить из виду маленького ребенка В деревне проще простого К счастью, все оказалось в порядке Малышка просто решила разыграть знакомого мужчину в погонах Он в этом доме стал частым гостем Ну, опа ты маленькая Ты так не прожишься, хорошо? Только что ты думала Ты думала, где ты делась? В народе говорят, что в устах ребенка истина Несмотря на свой юный возраст Девочка уже стала свидетелем не лучших сторон взрослой жизни Сначала уход папы Затем задержание родного дяди за кражу А можете... Простите, простите Подпустите, Люба, пожалуйста Вот так скучаешь Скучаешь по Илье? Ну, он скоро выйдет, он скоро придет, хорошо? Она переехала в новый дом с человеком, которого любила И которому доверяла всем сердцем Но сказке про долго и счастливо не суждено было сбыться Мужчина ушел из семьи, оставив после себя незаживающую рану на сердце женщины Это ее история У вас такие замечательные дети А как так получилось, что ваша семья попала на учет? Из-за чего? Ну, это все алкоголь Это все алкоголь, да А в какой момент он появился в вашей жизни? Наверное, после развода с мужем Поначалу это было так По чуть-чуть, по чуть-чуть Там с друзьями, с друзьями Ну, то есть это незаметно было Из легкого в более тяжелые вещества Потом еще в тяжелее И потом наверняка вы стали замечать, что уже и гости не нужны для того, чтобы открыть бутылку, да? В принципе, да Почему мужчина оставил вас? Ну, ему сложно стало жить, воспитывать, тяжело очень То есть он не захотел этой ответственности? Ну да, он собрался и уехал И вам тяжело удался этот? Ну, как бы, да, конечно, тяжело И финансово, и младшая дочь совсем маленькая Еще было ни помощи, ни поддержки никакой, ничего, конечно Вы проходили курс реабилитации, да? Как долго он продолжался? 28 дней И как вы считаете, вам помогло лечение? Да Да, с уверенностью заявляю, да Это была работа психологов, медиков? Там были только психологи, да, консультанты, то есть бывшие алкоголики Вы слышали истории других людей Да Зависимых Да Они вас подтолкнули на какую-то мысль? Конечно, да Что ситуации бывали и... И похуже, там такого наслушалось Ну, то есть, ну, как бы, ну, у меня же тоже непростая ситуация Но по части алкоголя наверняка там вы задумались, что то состояние, в котором находились вы, могло еще и усугубиться Я именно там к этому и пришла Как вы теперь вот видите свою жизнь в дальнейшем? Трезвую жизнь? Трезвую? Трезвый, выздоравливающий Наверное, самое главное, остальное, да, приложится Будет работа Да Вам наверняка очень тяжело воспитывать троих маленьких детей Где, получается, найти силы? Воспитывать, ну, оно не тяжело Когда, я не знаю, любишь их Ну, это не тяжело, это не в тягости Да, усталость, нервотрепка вот этого, да, но это не тяжело То есть это просто часть вашей жизни уже? Я без этого уже, ну, в дальнейшем не представляю свою жизнь Вы знаете, сложилось впечатление, что женщина после разрыва со своим супругом почувствовала себя, ну, в некой ловушке, как будто бы в западне Она не знала, как ей быть дальше Поэтому пристрастилась к алкоголю Но теперь, пройдя курс реабилитации, получив поддержку с вашей стороны, со стороны своих родственников Она поняла, что цель ее жизни – это ее замечательные дети Это же здорово Ну, я тоже, да, хочу очень сильно верить, что лечение, да, пошло на пользу Что она действительно расставила приоритеты, да, для себя Что она выигрывала своих детей, а не алкоголь И, ну, будем всячески поддерживать ее, да, стараться оказать какую-то помощь, чтобы дети находились в семье Потому что, ну, ну, как бы, моя точка, мнение, да, зрение, что дети должны быть с родителями и в семье Вы, как участковый инспектор, понимаете, что, помогая побороть людям, например, алкогольную зависимость Вы спасаете гораздо больше их детей, а значит, и их будущем семьи Я осознаю всю вот эту ответственность, да, как говорится, наша служба интересна, да, и сложно, но это достойно Поэтому, ну, не каждый сможет служить, да, участковым инспектором милиции Поэтому, ну, самое важное – это помощь вот людям, нашим гражданам Чтобы у детей самое главное, да, было детство, настоящее детство Чтобы они потом через некое количество времени понимали, осознавали, как им хорошо было в детстве И что немаловажно, чтобы даже взрослые дети не забывали о своих родителях и слышали их чаяния и буль Это, да, это самое важное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова